Свято место пусто не бывает. Новый премьер Британии. Станет ли ковид сезонным заболеванием? Больше никаких ПФ, только Юнион. Китайская платежная система больше не доступна в России. Опасности тихой охоты. Как не отравиться грибами? Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Ариадна Кугушева. Глава Министерства иностранных дел Великобритании Ли Страсс победила в борьбе за пост лидера правящей консервативной партии. О том, как новый британский премьер будет выполнять свои обещания, узнаете далее. Ли Страсс стала третьей в истории женщиной во главе британского правительства. За кандидатуру 47-летней Трасс отдали голоса 81 326 рядовых членов консервативной партии. Ее оппонент 42-летний, бывший министр финансов Риши Сунак, получил 60 399 голосов. Таким образом, на правах лидера правящей партии Трасс уже 6 сентября сменит Бориса Джонсона на посту премьер-министра и назначит новый состав правительства. Приход ее к власти вполне объясним. Дело в том, что вообще сейчас на британской политической арене очень мало ярких лидеров. И в этом смысле она, конечно, выделяется среди общей такой толпы британских политиков. С другой стороны, мы знаем, что в Великобритании женщины традиционно играют большую роль в политической среде. Вот Ли Страсс, она представитель именно такой группы сильных волевых женщин, которые любыми ключами пытаются добраться до вершины власти. Для Джонсона же сегодня последний рабочий день на посту премьер-министра. Также в течение дня не исключаются отставки членов кабинета министров Джонсона, которые не хотят работать с Ли Страсс. Между тем, Трасс уже пообещала, что именно она сделает, как только переступит порог Даунинг-стрит. Позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она также обещает и дальше поддерживать Киев. Но как же ее приход к власти отразится на России? Ли Страсс выступает категорически на стороне Украины. Никаких российских аргументов она не приемлет. И все ее доводы сводятся к тому, что Украина, она подвергалась историческим гонениям, притеснениям со стороны России. Это главный гонитель, главный постеснитель Украины. И что Великобритания сделает все, чтобы остановить присутствие России на Украине. Формальное утверждение Ли Страсс на посту правительства и ее величество состоится на ауденции с монарха во вторник. Впервые за все время правления назначение премьеры пройдет не в Букингемском дворце в Лондоне, а в замке Балморал в Шотландии, где Елизавета II традиционно проводит вторую половину лета и начало сентября. Алина Красильникова, Универньюз. На протяжении последних двух лет прослеживается все более четкая тенденция к тому, что COVID-19 становится сезонным заболеванием, как грипп и другие ОРВИ. Так ли это и стоит ли опасаться нового пика заболеваемости, узнаете в сюжете. В осенне-зимний период наблюдается максимальный подъем заболеваемости COVID-19, как и целого ряда ОРВИ и гриппа. Этот период наиболее комфортный для распространения различного рода вирусов, так как с началом учебного года возрастает плотность контактов. То, что коронавирусная инфекция со временем приобретет сезонный характер, ну это очевидно, потому что любая вирусная инфекция следует сезонным паттернам. С другой стороны, первоначально вирус вызывал тяжелое течение заболеваний, и поэтому свыкнуться с мыслью, что он останется с нами навсегда в таком виде, было очень сложно. Когда пришел омикрон, то тяжесть заболеваемости, к счастью, снизилась в результате мутаций у вируса. При этом он остался с нами и теперь будет следовать сезонным паттернам, сезонному характеру течения, так же, как и другие острореспираторные вирусные инфекции. Из-за сезонного подъема заболеваемости вирус стало сложнее выявлять. С июля в России растет заболеваемость COVID-19. Это связано с появлением более заразных штаммов коронавируса. Хотя, как отмечают эксперты, заразность всегда коррелирует с летальностью. Таким образом, существующие штаммы уже не так смертоносны. На сегодняшний день особую беспокоенность вызывают так называемые дельтакроны. штаммы – это гибрид между дельтой и омикроном. Такие штаммы могут потенциально обладать заразностью омикрона, то есть быть очень заразными, но при этом есть опасения, есть риски того, что они приобретут такие же мутации, как в дельте, которые позволят им поражать легкие, то есть нижние отделы дыхательной системы. Именно это приводит к тяжелому течению заболевания. Важно не забывать о своевременной вакцинации и ревакцинации. Медицинская маска – неотъемлемый атрибут пандемии. Пока их ношение не обязательное, но врачи рекомендуют надевать в местах скопления людей. Прислушиваться или игнорировать – личное дело каждого. Но главное – помнить об ответственности за тех, кого мы можем заразить. Елизавета Никитина, Универньюз. UnionPay ограничила прием в России своих карт, выпущенных за рубежом. С чем связано такое решение и кого коснулись поправки – смотрите далее. Китайская платежная система UnionPay ввела запрет на обслуживание своих карт, выпущенных иностранными банками. Point of sale – терминалах российских банков и квайеров, находящихся под санкциями западных стран. Сделано это было в связи с тем, что UnionPay опасается введения вторичных санкций со стороны США против данной системы и банков, участвующих в ней за сотрудничество с российскими подсанкционными банками. По словам эксперта, вероятность введения подобных мер не очень большая, но, несмотря на все, существует. Что касается влияния данного ограничения на российскую и китайскую экономику, то оно ничтожно мало. Дело в том, что карты UnionPay в России используются очень мало, и большая часть транзакций, которые попадают под запрет, это транзакции, осуществляемые китайскими гражданами, которые приезжают в Россию. Китайские граждане смогут использовать либо другие способы оплаты в магазинах, либо магазины, торговые точки, которые работают с китайскими туристами традиционно. Прием иностранных карт системы UnionPay был отключен только по устному уведомлению. В апреле часть российских банков объявила о планах выпускать карты китайской платежной системы к осени. У клиентов была бы возможность использовать ее для снятия наличности, оплаты товаров и услуг как в России, так и за рубежом. В России уже к середине апреля было выпущено около 500 тысяч штук карт UnionPay. При этом в последнее время чаще выпускаются виртуальные для оплаты товаров и услуг в интернете. Российские же банки, которые попали под западные санкции, вынуждены отказываться от проектов по выпуску карт китайской платежной системы UnionPay. Скорее всего, в ближайшее время все останется как есть, а дальше либо санкции будут расширяться, и, соответственно, большее количество российских коммерческих банков будет попадать под это ограничение, либо санкции, наоборот, начнут ослаблять, и UnionPay будет восстанавливать в полной мере сотрудничество с российскими коммерческими банками. Отметим, что Сбербанк, находящийся в списке российских кредитных организаций с самыми жесткими санкциями США, был по итогам 2021 года крупнейшим банком-эквайером в Европе по числу обработанных транзакций. В число лидеров также входят другие банки из санкционного списка. ВТБ на 17-й строчке, Альфа-банк на 35-й, Промсвязь-банк на 44-й. В перечне таких банков под блокирующими санкциями также открытие и Совкомбанк. Они тоже оказывают услуги эквайринга. Карина Саяхова, Универньюс. Конец лета и первая половина осени – сезон сбора грибов. Именно на этот период приходится пик отравлений грибами. Отравление грибами может иметь очень серьезные последствия для здоровья. Поэтому очень важно знать, как вовремя распознать его и оказать первую помощь. В большинстве случаев отравления возникают из-за незнания или недостаточного опыта собирания грибов. Ядовитые грибы можно собрать не только по ошибке в лесу, но и купить на рынке, где продаваемая продукция не прошла необходимой проверки. С начала 2022 года от интоксикации в Татарстане пострадали 15 человек, трое из которых – дети. На сегодняшний день эксперты выделяют четыре типа отравления грибами. К первому относятся поедание бледной поганки – это самый ядовитый гриб. При отравлении им отмечается от 35 до 95 процентов смертельных исходов. Далее в списке опасных – мухоморы, строчки и ложные опята. Необходимо собирать только хорошо известные виды съедобных грибов. Не брать перезревшие или червивые грибы. Тщательно изучить перечень всех ядовитых грибов, которые могут встретиться в данной местности. Не следует пробовать сырые грибы на вкус, никогда не собирать грибы, растущие поблизости от автотрассы или рядом с промышленными предприятиями. Так как любые виды грибов очень хорошо впитывают яды и особенно соли тяжелых металлов. Следует также понимать, что угроза здоровья человека несет не только употребление ядовитых грибов, но и неправильный способ приготовления, а также нарушение сроков и правил их хранения. Основными признаками отравления грибами являются тошнота, рвота, сильные боли в животе с диареей до 10-15 раз в сутки и слабый пульс. Проявиться они могут уже через 1,5-2 часа после приема пищи. Бывает, что у больного появляются зрительные и слуховые галлюцинации, конвульсии и даже бред. После возбуждения наблюдается потеря сознания, при этом наблюдается подергивание нескольких мышц, чаще всего лица и пальцев рук. При проявлении симптомов необходимо незамедлительно вызвать врача или по возможности доставить пострадавшего в ближайшую больницу. До приезда врачей необходимо промыть пострадавшему желудок. Для этого нужно выпить как можно больше количества воды, а затем вызвать рвоту. После промывания желудка можно дать сорбент, например, активированный уголь. Соблюдая эти простые советы, можно минимизировать риски отравления ядовитыми грибами, а также уберечься от интоксикации с съедобными видами. Помните, что именно от вас зависит, безопасны ли будут продукты, которые вы употребляете в пищу. В России в минувшие выходные состоялась акция «Диктант Победы». Свой вклад в написание победного диктанта внес и Казанский университет. Например, в Набережных Челнах диктант прошел на 11 площадках, в число которых вошел инжиниринговый центр Набережно-Челнинского института КФУ. Всего в диктанте победы на площадке Набережно-Челнинского института КФУ приняли участие около 200 человек. По условиям всероссийской акции участникам в течение 45 минут было необходимо ответить на 25 вопросов о событиях Второй мировой войны и Великой Победы. Были сложные вопросы и более-менее легкие. Были вопросы про художественную жизнь советской страны. И в будущем хочу также посещать такие мероприятия и участвовать в такой студенческой жизни. На этом все. В студии была Ариадна Кугушева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok